Если вы смотрели мое прошлое видео, вот это, то могло показаться, что я такая веселая, клоунесса, шут гороховый. Но я бываю разная, и сегодня я серьезная, потому что тема очень серьезная. Моя любимая тема – питание. Сегодня я буду брать интервью у одной из моих любимейших клиенток, которая со мной уже несколько лет. Почему несколько лет? Потому что практика показывает, что привести себя в хорошую физическую форму за счет изменения питания и изучения основ очищения организма и применение на практике этих методов очищения организма. Это процесс довольно длительный. И те, кто рассчитывают быстро получить успех, буквально за месяц, максимум два, то, как правило, такие ожидания, они рассыпаются в пух и прах. И если человек умный и настойчивый, он продолжает эту практику, и он таки получает свои результаты. Если же человек нетерпеливый, и ему не хватает понимания сути процесса, то он, как правило, разочаровывается, возвращается на круги своя, и, естественно, остается при своих интересах, при своем лишнем весе, при своих хронических заболеваниях. И мне бывает всегда очень жаль, когда я вижу такую ситуацию. А вот моя клиентка Юля – это как раз тот самый человек, который все понял, который набрался терпения. И вот уже, к моему, третий год Юля идет своим новым путем, путем изменения питания, превращения его в более естественное, практикует регулярно очищение организма, очень активно внедряет физическую практику в свою жизнь и, конечно, получает результаты. Дело в том, что мы наедаем себе наши проблемы в виде лишних килограммов и хронических заболеваний не один год, и не два, и не пять, а счет идет скорее на десятилетие. Буквально с рождения мы погружаемся в пучину традиционного, смешанного питания, которое идет вразрез с законами природы. И мы получаем загрязнение организма, которое рано или поздно выливается вот в такие неприятности, как набор веса и различные хронические заболевания. Поэтому, когда вы видите фотографии до и после моих или моих клиентов, то кажется, что между этим до и после буквально один взмах руки и происходит чудо. На самом деле чудо есть, но оно измеряется не взмахом руки, а именно несколькими годами работы над собой. И вот сегодняшний пример Юля – это как раз тот человек, который работает над собой. И я очень хочу, чтобы вы с ней познакомились и прониклись ее ходом мыслей, послушали ее эмоции, впечатления от этого пути. Ведь очень часто бывает так, что люди в одиночестве и вот в этом лабиринте различных теорий в нише еды, они запутываются окончательно и теряют какую-то уверенность. Так вот, встреча вот с такими людьми, как Юля, с такими светлыми, лучистыми людьми – это, пожалуй, лишняя мотивация для того, чтобы не отчаиваться, если что-то не получается, или результат приходит медленнее, чем вам хотелось бы. Юля, она участница, наверное, всех моих марафонов и тренингов и курсов, которые только у меня были. И она охотно участвовала во всех. Когда я ее спрашивала, Юля, ну, ты же уже все знаешь, у тебя все уже от зубов отскакивает, почему ты снова и снова приходишь на мои курсы? Юля отвечала, что я иду не за знаниями, а за вот этой моральной поддержкой, за духом коллективизма, который царит в группе, за мотивацией, за драйвом, ну и, в общем, для более приподнятого настроения. И я не могу не согласиться с Юлей. Это действительно так. В групповых мероприятиях действительно царит какой-то особый дух. И участники группового мероприятия поддерживают друг друга, вдохновляются успехами друг друга, учатся на ошибках друг друга. И я считаю, что такие мероприятия нужны. Вот одно из них – это как раз мой марафон к здоровью и стройности, причем бесплатный марафон, на который именно сейчас я веду набор. Подробности вы можете посмотреть по ссылке внизу в описании к этому видео. А сейчас я предлагаю вам интервью с моей клиенткой Юлей. Юль, мы с тобой знакомы сколько уже? Года два, наверное, да? Или больше? Ну, я тебя знаю, ну, года четыре тебя знаю. Года четыре. А работаем мы вместе около двух лет. Около двух лет. Вот скажи, пожалуйста, твое питание до знакомства со мной и твое питание сейчас, после того, как мы уже два года с тобой отработали, это сильно большая разница питание до и питание сейчас? На твой взгляд, большая разница? Да. Не было питание. Да. У меня было питание, знаешь, беспорядочное. Потому что не было понимания вообще, что такое естественное питание. Нас мамы воспитывали на свое усмотрение, потому что и наши мамы-то, они тоже стали заложниками истории. Моя мама 43-го года рождения, и у нее вторая дочка, она меня родила в 33 года, старшей сестре, вот она на 7 лет меня старше, мне 48 сейчас, вот. И поэтому у меня в детстве было одно яблоко в день. Вот. То есть о свежих овощах, ну, морковка, там что-то было, то есть у нас салаток мало было. Но вообще вот я выросла, взрослой девочкой стала, и только сейчас, благодаря вообще знакомству со всей этой системой естественного питания, благодаря тебе, я поняла вообще, что, почему, как, зачем, и вообще научилась общаться с твоим телом. Совершенно другая жизнь. Абсолютно. Абсолютно. А вот скажи, вот с этого питания, на котором ты сейчас, вот с этого образа питания, будем так говорить, с него хочется уйти назад в прошлое, вот в то? Уйти не хочется однозначно. Я открыла для себя сочный мир, радужную тарелку. Да, последний мой достигнутый вес, я его держу. Скажи, какая потеря веса вот с точки А до сегодняшнего момента, когда ты начала заниматься конкретно вот со мной вместе? Ну, 20 килограмм. 20 килограмм ты скинула. Да, да, но объемы очень сильно ушли, объемы, конечно же. Да? И что интересно, несмотря на то, что я еще продолжаю быть немножко кругляшкой, кругляшкой-кругляшкой, вот, но настолько ответ идет организма, когда вот я провожу хотя бы один-два разгрузочных дня, не говоря уже о условных голоданиях, то есть моментально идет реакция, отдача. Знаешь, я не люблю весы, потому что вообще у меня психологически это действует удручающе, потому что всегда хочется идеальности, идеальности, а мы не идеальны, и наш мир не идеален. Поэтому я люблю себя такой, какая я есть, и самое главное, что вот я научилась общаться с твоим организмом. Ну, отлично. Я-то ведь тебя, ну, хорошо знаю, я помню, какая ты была, и если ты не возражаешь, я тогда пущу кадры этих, ну, несколько твоих фото, которые ты мне давала, чтобы зрители посмотрели, какая ты была, потому что кто тебя не видел, не знал, он сейчас посмотрит и скажет, ну, и чего, да, ну, и что. Но я-то знаю, что стоит за этими плюс 20 килограммами, когда то фото, которое вот там в зеленом платье, да, вот это вот такая барышня, без талии, без всего. Вот, но еще очень-очень сильно изменилось вот лицо и выражение лица. То лицо, которое было у тебя 20 килограмм назад, будем так говорить, да, это было вот лицо отечное, заплывшее, и тусклый взгляд, очень тусклый взгляд. А сейчас ты просто живчик. Я посмотрела это видео, как ты по какому-то канату там ходишь, лазишь, Канатные дороги, да, между деревьями. Канатные дороги. Ты, несмотря на свои шаровары, и как ты говоришь, я еще кругляшка, несмотря на это, у тебя появилась живость в теле, у тебя, ты очень живая телом. А сколько ты внимания спорту уделяешь, сколько у тебя плавания, какие-то горы, у тебя все время ты в этом, да, в тонусе. Конечно, это, вот этот тонус, его невозможно было достигнуть, если бы ты была 20 килограмм назад, да, вот та с плюс 20 килограммами. И вот теперь у меня вопрос такой, внешний вид, это все здорово, да, мы все стремимся к хорошей внешней форме, но за этим же стоит еще и гораздо более глобально, стоит здоровье. Вот что ты можешь отметить, какие изменения по здоровью, по самочувствию? Самая главная причина, почему я, что меня подтолкнуло вообще на этот путь, думаю, девушка молодая совсем еще, а почему-то вот в подреберье, где желчный пузырь покалывало очень сильно у меня. И у мамы моя, ей уже 80 лет почти, она вот лет 5, наверное, назад удалила, и одна годка моя тоже удалила, и я думаю, что-то мне страшно стало прям, и нужно срочно что-то делать. И вот в сердце как вот аритмия такая была, знаешь, прям я вот ее чувствовала. Но мне объяснили, потому что, когда человек набирает много веса, мелкие капилляры вокруг сердца, они лопаются, и когда сердце бомбирует кровь через близлежащие капилляры, вот это он хочет как бы кровь войти, а там закрыт он проход, и через соседний идет, и то есть вот это вот клокони, вот оно у меня было, клокони. И вот благодаря всему этому пути и спорту, конечно, каждодневному, даже вот если у меня нет времени, например, куда-то пойти, 50 приседаний минимум, вот я должна сделать, там попрыгать что-то, вот именно чтобы взбодрился организм, чтобы лимфа пошла, вот движение лимфы, да? Вот. То есть вот эти два момента, они полностью ушли. Акне ушло, акне ушло. Акне ушло. Да, ушло акне полностью. Не возвращается. Раньше вот в начале пути возвращалось, сейчас я вас заметила, не возвращается вообще. Болел желудок. Вот. От поздней приема пищи болел, вот неприятность, неприятные ощущения были. Ну, все это ушло. Ушло. Я вообще в последнее время стараюсь заниматься малоедением и вот через день голодать, ну, или хотя бы сделать промежуток максимальный, да? Да. И если я делаю разгрузочный день, минимум у меня 36 часов, вот, не 24. Ты знаешь, у меня вот сейчас новый набор, ну, я набрала несколько человек в группу, но они занимаются все индивидуально со мной, по той же самой программе, плюс еще эфирные масла мы сейчас практикуем. Ну, что хочу отметить. Вот начало. Пришли люди, которые, собственно, ну, как бы сказать, нулевые. То есть они никогда ничего не слышали про естественное питание. Им надо снижать вес катастрофически, потому что у них там много лишнего. И я вижу прям трудности такие неимоверные. Трудности заключаются в том, что растерянность. А что же есть? А что же есть? Вот им кажется, что я у них отобрала все, и они не понимают, а что же есть? Это вот для них очень большая задача. Они просто озабочены тем, что они голодные, им нечего есть, хотя на самом деле им разрешено очень много еды. Вот скажи, у тебя на твоем пути была такая трудность вначале, когда ты не понимала, а что же есть? Если была, то как быстро ты с ней справилась? Ну, начну с того, что для меня счастье было узнать то, что фруктов и овощей можно есть сколько хочешь. Это было просто счастье, потому что я с детства была голодная вот насчет фруктов и овощей, так как вот нехватка была, да? А сейчас я вообще оказалась волей судьбы в Южной стране, поэтому выбор круглогодичный. И наоборот, я вот так была рада, что я могу кушать фрукты и овощи, а тем более от той мысли, что если возможно переесть, мне вообще стало, как бы перераскивали, прыгали до потолка. А потом, когда я поняла, что еще горячая вода, так это вообще насыщение, вот кипяток он насыщает. А очень часто, когда вот у нас по привычке, да, мозги наши, болеют мозги, да, это дурная привычка ходить и думать, а что-то сожрать. Да. Это же единственное движение такое, да? Вот. Сразу горячий кипяток, чаек с имбирем. Меня вот имбирь так спасает, потому что он щиплет, знаешь, мне очень нравится имбирь, потому что это не там нежгучий, да, вот такой вот пикантный, нежгучий вот такой вкус, да, не щиплет прям сильно, как вот чили, там, потому что я не привыкла к таким острым. А вот он мягкий, такой вот, так вот чеснок. Ну, чеснок пахнет сильно, да, его только натирать я люблю. А вот имбирь, вот он, то есть я контролирую, допустим, когда посильнее, когда послабее. Вот горячий чай с имбирем, с медом, там, мята, и великолепно. Вот для меня это прям вот обед. Я выпью там сколько хочу стаканов, там сижу и тяну. Это вот расслабляет мозги, потому что сразу идёт сигнал в мозг, что ты наслаждаешься, вот, да, вот это вот, когда щиплет во рту. Если ты собрался в жизни чего-то добиться, нужно идти вот слепо, понимаешь, я тебе поверила, и я выполняла чётко вот что. Потому что организм, он начинает реагировать только тогда, когда есть система. Так, ну тогда давай про свои дальнейшие цели. Чего тебе ещё хочется добиться? То есть на сегодняшний день на сколько ты процентов довольна достигнутым результатом, питанием, и какие ещё цели впереди? Значит, чего хочешь? Ну, 50 процентов. Почему? Потому что самое главное, я научилась, как всё делается, все тонкости. Я полностью плаваю свободно, как рыба в воде, в этой системе, да? Ты имеешь в виду в системе естественного питания и очищения организма, правильно? Да, да, да. Вот. И очень важно для меня, что я научилась разговаривать со своим телом на «ты», то есть начала, научилась его понимать. Вот. И сейчас я хочу научиться быть самостоятельной. Почему? Потому что тоже, я, конечно, знаю, что ты, как наша мама, всех любишь и всем помогаешь, и всегда отвечаешь на любой наш сигнал, да, скорую помощь и всё такое, и подключаешь, и всё делаешь, лишь бы человек двигался, да, потому что стоять на месте хуже этой смерти подобно, потому что можно откатиться и всё это. Но те, кто уже, я думаю, стоит на этом пути, ему сложно уже будет откатиться на сто процентов, потому что мы уже все поняли, что такое естественное питание, что это жизнь на самом деле, это спасение. Как говорит моя мама, капиталисты не знают, как вытянуть деньги из нашего кармана, придумывают всякие уловки вот с продуктами и всё такое, чтобы человек только деньги свои потратил, потому что это всё направлено на бизнес, да, потому что уже всё изобретено, можно сказать, и уже кто кого переплюнет, да, о нашем здоровье никто не думает, и те же самые врачи. Вот буквально вчера слышала, слушала передачу одну и сказал доктор своему пациенту, вот вы врач, врач к врачу пришёл на консультацию, вы разве забыли, что говорил Гиппократ? Вы же давали кисляту Гиппократа, вы что забыли, что он говорил? А вот еда вас и вылечит. Возьмите за правило, что еда – это самое главное лечение. Вот. Это говорил Гиппократ, а вот медики принимают кляху Гиппократа. Вот. И наоборот, нас стараются посадить на какие-то таблетки, когда организм сам может себя вылечить. Да. Причём всё настолько просто оказалось, да, мы-то думаем, что это всё какие-то там кары небесные, да, все эти болезни, всё ищем какие-то пути избавления от них, а всё на самом деле гораздо проще, всё лежит буквально вот в питании, да, буквально под ногами. И те люди, которые приходят, как я говорю, нулевые, то есть незнакомые ещё с этой системой естественного питания, они, у них очень много сложностей в голове, они думают, что это так сложно, что я им что-то буду сейчас такое мудрёное. А когда я начинаю по полкам раскладывать, что такое естественное питание, они говорят, да вы что, это всё оказывается так просто на самом деле. То есть люди даже не представляют, что на самом деле всё гораздо проще, чем они себе замышляют. И что не надо ходить 33 круга вокруг поликлиники, да, и стоять 33 очереди за талоном, чтобы разобраться со своим здоровьем, что сам своими силами, своими руками, мозгами и действиями ты можешь, да, вот разобраться со своим здоровьем. Вот я прям невозможно как радуюсь, когда вот такие, как ты, когда вы всё осваиваете, все эти курсы, книги, и всё вам... Кстати, вот о курсах и книгах. Вот на твой взгляд, ты же прошла много у меня курсов, на твой взгляд, какой курс более точечно попал в цель, вот в твоём случае, да, ну вот тут что-то прям вот так всё открылось, прояснилось. Какой? Ешь как человек. Ешь как человек, да, всё-таки? Да. Значит, я всё-таки попала в точку. Даже название, некоторые там писали, что это за название, да, мы что не люди, мы что свиньи, почему вы так пишете, ешь как человек. по поводу семьи и детей. Ты сказала, что твои дети, ну, ребёнок вот младший, я так поняла, он тоже в этой теме, получается, ты его тоже переучила, перевоспитала на новый образ питания. Кто ещё из семьи как относится к этому питанию? Вот как муж, как там другие дети, как они? Ну, мужа вообще, надо сказать, так как он меня не слушал в его жизни долбануло. Поднялся холестерон, холестерин, и я ему говорю, а почему ты меня не слушал? Он никак не мог перуанить от этого своего белого риса никак вот для них это хлеб. Я говорю, ну, понимаешь, ты, говорю, сам себя загоняешь, потому что доктор тебе сказал, нельзя, понимаешь? Я говорю, я тебе сказала, 80% должно быть сырой еды. И когда я вставлю перед ним тарелку салата, там, тазик, салата, и, допустим, там, кладу две ложки этого риса, там, с чем-то там, с юка это, или, например, отдельно ему кладу там рыбу, но без риса, знаешь, правильно пытаюсь сочетать, не права ему рис. Я говорю, ну ладно, но хочешь ты неправильно сочетать, ты съешь, но ты, говорю, ты сначала тазик салата, говорю, съешь. Вот, он делал наоборот. И я говорю, ну, а почему ты меня не слушал? А сейчас смотрю, вот он сейчас, только когда его долбануло, он... А, вот. То есть, надо что-то торкнуло, и тогда мы будем что-то менять. Ну, то, что завтрак, это у нас святое, вот фрукты, и, так как ребенок на каникулах, я стараюсь вообще его практически до вечера везти на фруктах, овощах, вот, потом он что-то там скушает, и все на этом. Ну, бывают какие-то там, они как все дети, он на всех же смотрит, тоже какие-то там пиццы, да? Я говорю, мама, я хочу пиццу, я говорю, ну ладно, сделай пиццу, но только я сама дома делаю, я ему делаю такие малюсенькие, он погрызет, и все, и они делают там огромные там, и делают с овощами, к примеру. А вот, а ребенок, его состояние, ну, его здоровье улучшилось на фоне такого питания? Да, конечно, почему-то раньше вот стул раз в два дня был вот так. У него, да? Да, сейчас вот, и прыщики, я видела прыщик какой-то вскочил, но это видно, что-то там уже организм выводит через кожу, и давай, когда, говорю, мы дорогой с тобой, побольше будем фруктов, овощей, и в школе я всем наказала, то есть, и специально давала, дома он кушал фрукты, второй завтрак, я ему фрукты, на обед он сначала салат ест, потом там, что они дают, потому что пробовала раньше вегетарианское меню, в школе, конечно, это тоже одноваренка там, знаешь, они не... Ну да, понятно. Проще, например, что-то они там из мяса, из рыбы дают, и салат, но когда он салат поест, он уже там ни картошки, ни риса, ничего не хочет, что он рыбку покушает там, или курочку, ну и хорошо, поэтому... Юля, а как ты относишься вот к каким-нибудь застолям, к праздникам, ну, бывают походы в гости там, или какие-то праздники, ведь всегда на праздниках это какие-то традиционные, там, сладкие, десерты и прочее, как ты к этому относишься? Ну, позволяешь ты себе это, или ты напрочь исключила всякие искушения из своей жизни? Ты знаешь, я позволяю, но когда я это делаю, я знаю, что мне будет плохо. Да? Понимаешь? Да. Я говорю, ты себя хочешь наказать, тебе будет плохо, ешь. И ты ешь, да? Я, например, ем, да. Потом мне плохо. Потом тебе плохо. Потом, потому что организм отказывается от глютена напрочь, и от молочки напрочь. Вот мне это вообще не, вот я вот чувствую, мне плохо от этого. Стараюсь не ходить особо. Вот. Но если в ресторан идем, я, например, знаю уже, я веду людей туда, где я знаю, что есть мое блюдо. Например, где-то в итальянском ресторане есть блюда, причем они такие большие делают. Там, значит, это все салат, 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 и сверху карпаччо из сырой рыбы. Вот, знаешь, как свежесоленый, значит, треска, потом красная рыба, креветки, и, значит, и заправка с манго, там что-то, вот это вот дело поливаешь, и вот это, вот это салат. Вот я веду людей туда, где, например. То есть ты находишь все-таки выход из любой ситуации, и... Да, конечно. Нет, потому что я знаю, зачем, я же не хочу, чтобы мне было плохо-то, чтобы у меня желудок болел. У меня болит желудок потом от всякой ерунды. То есть организм... Не зря же говорят, что негативный опыт это тоже опыт, и он тоже нам в копилку, и не получая негативного опыта, мы не будем делать продвижение вперед, вот не будет успехов. Если человек умный, да, он будет как бы уже в следующий раз более, да, уже избирать какой-то другой путь, чтобы не получать снова и снова грабли по обу себе. Причем, когда мне становится плохо, у меня такие мысли... Сначала я вспоминаю мою плесецкую. Похудей-то, а просто не жри, да, прекратить не жрать. Потом я такая думаю сразу, ну все, теперь я точно месяц есть не буду. Теперь срочная неделя подготовки и закажу на срочный месяц условного голодания. Но вот мне необходимо, да, научиться самой быть самостоятельной девочкой, чтобы вот за руку себя это не водить, да, чтобы вот автоматически у меня шло это я да, это я нет, сейчас все, сейчас 4 часа, я закончила еду, потому что вечером начинаешь готовить, что-то попробовала, что-то могу там маленькую, там риса маленькую тарелку съесть. Хотя белый рис, я знаю, что мне, например, не очень. Вот. И потому что лучше интегральный рис кушать. Вот. Но как часы, естественно, фрукты я правильно кушаю. То есть не... Вечером я после варенки их не ем. То есть это у меня уже железно выработано. Вот. И стараюсь в основном на живой еде, да, без варенки даже. Угу. В заключение хотелось бы от тебя услышать какое-то пожелание тем, кто только встает на путь естественного питания, или, скажем, на путь перехода. То есть кто уже немножко понял, что вот на этом питании, на традиционном, он нажил себе проблем, нажил лишнего веса, и он ищет путь, да, чтобы из этого как-то вырваться. Вот какое бы твое пожелание было именно этим людям, которые в начале только стоят? Даже, можно сказать, не в начале, а еще пока за закрытой дверью они только стучатся в эту дверь. Что бы ты им пожелала? Пожелаю, наверное, опять же, тем моментом, который меня просто счастливо сделал вот на этом пути, когда я поняла, да, вот этот некоторый момент о том, что, к примеру, козы, которые живут в горах, в снежных горах, да, они под снегом находят маленькую колючку, и ее, когда кушают, их кишечные бактерии, кишечники из этой маленькой колючки вырабатывают таблицу Менделеева. Вот эти козы и яки, они же большого телосложения. Вот вопрос, вот почему они такие крепкие, здоровые, а едят какие-то колючки? То есть наш кишечник – это просто магический орган. Да. Он из ничего сделает все. Да. Самое главное – его не зашлакировать. То есть сам смысл питания, чем меньше вы будете есть, тем больше у вас будет здоровья. И организм сам себя приведет в порядок, ему просто нужно помочь. Вот. И чем больше мы будем практиковать именно разгрузочные дни, самое важное – разгрузочные дни, повседневный режим правильных продуктов, набора правильных продуктов, когда вы систематически будете это делать, организм сам вам ответит и покажет, что ему хорошо, ему здорово, вы будете летать. Вот. И психология даже меняется в человека. Юля, сказать, что я довольна твоим ответом, это ничего не сказать. Я супердовольна, я счастлива. Я просто тебе готова аплодировать, потому что ты сказала все за меня. Ты вот прямо умничка, но ты все поняла на отлично, на отлично с плюсом. Ты все это притворяешь, в своей жизни это практикуешь. И еще и такое пожелание людям. Я тебя очень-очень сильно благодарю и желаю тебе огромнейших успехов и дальше, и радости, и вот этого света, который ты сейчас излучаешь, чтобы и дальше это все было так же по жизни. Спасибо большое, чтобы ребята старались вкушать еду, а не кушать. Ей нужно наслаждаться, и вкушать, и пробовать вкус. Вот от вкуса идет наслаждение ментальное, то есть не количество, а именно качество. Да, и все очень правильно делала. Хочется, вежесть, вот. Да, это, конечно, огромное дело встать на этот путь, потому что что нас ждет впереди, мы не знаем. И голод, кстати, нам не страшен. Абсолютно верно. И почему-то когда говорят, вот голод погрядет, все начинают муку и сахар закупать. Боже, ужас какой, да? Это не наш случай точно. А я мужу говорю, так, скорее, говорю, закупаем две эти, два грузовика чернозема, я сажаю грядки с морковкой. А вряд ли морковка-то еще, я думаю, морковка и капусту. Я буду жить, а апельсины здесь регулярно растут. Поэтому, говорю, нам голод не страшен. Это самое верное решение, закупить те два грузовика чернозема. Да, потому что клянистая, знаешь, почва. Вот, я грядки просто подниму, зачем я копать ее буду. Юль, супер. Молодец. Спасибо тебе огромное. Я тебя очень сильно благодарю. Спасибо. Спасибо.